Всем привет! С новогодним настроением вас приветствует программа Студент.АУ и я ее ведущий Дмитрий Евдокимов. Давайте вместе посмотрим, чем на этой неделе порадовала студенческая жизнь лучшего аграрного вуза страны и как он прожил уходящий год. Наверное, нет такого студента в аграрном университете, который не наблюдал в прошлом году за ходом творческого конкурса «Золотой голос». Как этот конкурс будет развиваться в следующем году и кто поборется за победу в этом, узнаем в репортаже Виктории Куликовой. В прошлом году мы наблюдали за конкурсом «Золотой голос». В этом году этот конкурс стал называться «Битва студий». Если в прошлом году это было соло, дуэт и трио, то в этом году это уже соло, дуэт и целый ансамбль. В первом этапе проекта приняли участие вокалисты четырех студий аграрного университета. В течение года за звание лучших будут бороться вокальные студии «Ритм», «Анфас», «Прованс» и «Джойс». Жюри объективно оценивала всех участников, высказывала свои замечания и давала советы ребятам. Увидела объявление, что набирается коллектив в студию «Прованса». И как бы у меня... я должна была сюда попасть, потому что я очень люблю петь. И, честно, из всех студий я почему-то выбрала это. С первого дня у нас отличные отношения, просто спасибо им большое, приняли как родных. Мы общаемся очень близко, и я думаю, что так будет всегда. Главный приз всего сезона – сольный альбом в студии Антона Бережнова и новые костюмы коллективу. Приглашаем зрителей на это захватывающее мероприятие, где замечательные голоса поют песни вживую, в надежде стать лучшими в проекте и понравиться публике. На всех факультетах СТГАУ итоговым событием уходящего года является новогодний бал, концерт или сказочное представление. Студенты факультета социально-культурного сервиса и туризма решили проводить год, устроив ретро-бал. В Ставропольском аграрном университете началась череда праздников. Преподаватели подводят итоги года в торжественных обстановках на ученых советах. Но студенты встречают Новый год на творческих площадках. В мраморном зале аграрного университета состоялось резонансное событие. Студенты факультета социально-культурного сервиса и туризма превратились в теляк всех времен и народов. Зажигательные ритмы 60-х сменили дискотечные мелодии 90-х. Танцевальную программу разбавляли конкурсы поздравления преподавателей. В течение всего вечера проходило голосование. Участники и гости праздника выбирали мисс и мистера новогоднего вечера. А на экономическом факультете на подведении научных итогов года студенты приготовили сюрприз. Порадовали профессорско-преподавательский состав праздничным концертом. До Нового года осталось совсем немного времени. Каждый день в Аграрном университете происходит какое-нибудь маленькое предновогоднее чудо и свершается праздничное событие. Вот и подходит к концу этот год. Он принес море хороших эмоций и ярких впечатлений. Давайте вспомним знаковые события уходящего 2015 года в Аграрном университете. В уходящем году сделано немало. Студенты Аграрного университета приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы. Квесты «Гре назад в прошлое», акция «Гвеспертный полк», «Дети войны», «Автопробеги», «Эх, путь дорожка фронтовая», «Митингах» и многих других. Летом 2015 года университет посетил министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Им была дана самая высокая оценка деятельности вуза. Наши студенты, аспиранты и молодые ученые не раз становились лучшими в конкурсах научных работ самого разного ранга. Более ста студентов Аграрного университета стали умниками и теперь реализовывают свои проекты в разных областях науки. Авторы шести проектов получили правительственные гранты на северокавказском молодежном форуме «Машук-2015». Большим достижением наших ребят стала победа в региональном конкурсе «Студент года», а на всероссийском этапе победу одержала Инна Кулиева в номинации «Добровольц года». Главное событие 2015 года – 85-летний юбилей университета. Он прошел красиво, ярко, масштабно. Родной вуз поздравили студенты, родители, выпускники, почетные гости. «Эстагава» прошел славный путь до современного научно-образовательного инновационного центра России, став лидером аграрного образования в нашей стране. Юбилей отметили факультет технологического менеджмента «Ровесник вуза», а факультету механизации сельского хозяйства исполнилось 65 лет. В уходящем году университет отмечен благодарностью президента Российской Федерации за большой вклад в развитие образования, подготовку высококвалифицированных специалистов. Осенью был открыт многофункциональный спортивный комплекс на 400 квадратных метров для занятий воркаутом, волейболом, стритболом и бандбинтоном. В 2015 году нашими спортсменами завоевано свыше 500 наград в более чем 250 спортивных мероприятиях. Студенческие отряды «Эстагау» подтвердили звание лучших в крае. Команда КВН Аграрного университета стала победителем фестиваля Донской лиги, чемпионами Ставропольской студенческой лиги и вице-чемпионами лиги КВН «Кавказ». Не подкачали в этом году и молодые таланты. В фестивале приняли участие более 700 талантливых ребят. По версии РИА Новости, в рейтинге востребованности высших учебных заведений Ставропольский государственный аграрный университет занял первое место и опередил 55 сельскохозяйственных вузов Российской Федерации. Дорогие друзья, на пороге новой 2016 год. От всей души я и творческая группа программы «Студент.АУ» желаем вам успешной сдачи сессий, оптимизма, хороших новостей, бодрости и здоровья. Всем удачи! Поступайте правильно! Поступайте в Аграрный университет! Аграрный университет